Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Авторская программа «Давай поговорим» Я брожу один средь улиц, темных и пустых Даже шорохов не слышно, мир на миг затих Я запутался в жизни, я не знаю, как жить По далекому прошлому начинаю тужить Как прекрасны были те далекие года Улетело время, не вернется никогда Вот такие иногда меня посещали мысли о детстве Потому что детство было очень классное, хорошее, доброе Но в Томске начались такие серые будни Учеба постоянная, общага, работа И как-то меня это тоже постоянно почему-то немножко угнетало Ну и зима была, да, январь, видите, 13 января Все это 14 января у меня день рождения И вот такое на меня, такая муза напала, да И как я уже говорил в прошлых видео Жизнь была такая немножко суровая, да, серая Потому что общежитие, учеба, учеба, общежитие, работа Я еще подрабатывал сторожем, работал в это время В двух столовой, в одной столовой сторожем А в другой столовой дворником работал Причем очень хорошо зарабатывал По тем меркам это было В каждой столовой по 60 рублей я получал 120 рублей это было в месяц С двух столовых, да, то есть умедрался В одной столовой я утром убирал быстренько все дворником А в другой столовой я вечером в рабочей я там ночевал, дежурил Там мне предоставляли все ключи Все кладовые, складовые Все это было в моем распоряжении И шеф сам приезжал ночью, иногда тоже был молодой Где-то ему было лет 27-28 Такой парень, да, еще совсем, совсем молодой Я удивился, как он Ну, видно тоже там витамин B То есть это бецилум, как немцы говорят То есть по плату где-то, ну, торговля по-любому Все они там были, все было схвачено, да, в Томске тоже Ну, короче, этот парень приезжал ночью Иногда он меня контролировал, проверял директор У него была черная Волга в 1985 году Черная Волга ночью приезжал 2-3 часа ночи Чтобы проверить, как я там, чем я занимаюсь, да, один, не один Потому что до меня очень много людей брали в эту столовую работать сторожем И почти через какое-то время, короткое, уже всех увольняли Дело в том, что она находилась в студенческом городке И ребята, которые там работали сторожами Они вечно туда полобщаги приводили Ну, представьте себе, да, потому что у меня, например, были все ключи от всех кладовых И мне женщины, заведующая и сам шеф сказал Вот ты один здесь можешь находиться, в любую кладовку Заходи, вот все, что видишь, все, что твои глаза видят, да Можешь кушать, хоть до упада, хоть сколько Но если кого-то, хоть одного человека приведешь сюда, да, к тебе на дежурство Хоть твоя знакомая, хоть твоя подруга, хоть кто, хоть друг, хоть, ну, без разницы Хоть твои однокурсники, одноклассники, друзья, не друзья Как только мы это узнаем или увидим, сразу на второй день можешь на работу не приходить И таким образом там постоянно людей выкидывали, да Как в Америке в то время было Пришел, где-то что-то не понравилось, шеф говорит, все, завтра можешь не приходить Вот такие были жесткие условия, потому что был бардак, образно говоря, да Ну, я проработал там до конца учебы Никогда никого не с собой не приглашал в столовую на дежурство или вообще, да Даже близко никогда, как договорились мы с шефом, так я до конца я проработал Даже мне там жалко было, что я по распределению уже все закончил институт И потом нужно было на север ехать И у нас с ним очень хорошие отношения были Очень здорово, да, в то время, когда в общаге голод там был Ну, имеется в виду, что там люди Мы питались там, наши студенты, картошка, там сало и все такое Очень примитивное, лук Столовая, естественно, мы получали супа классные продукты Например, я ночью где-то в часа 3-4 приезжала машина Молочными продуктами с фермы с какой-то там под Томском, видно, где-то ферма была И они поставляли к нам в столовую сметану, например, там молоко Ну, такие классные вещи, творог, да, все такое, молочку И мне пришлось, приходилось, ну, нужно было Ночью я эту всю машину сам разгружал Это было в обязанности сторожа входило И вот там привозили такую сметану, там в стакан его так набираешь Она не льется, она там, ножка стоит, да, как будто это масло Представляете, такая была сметана Ну, а когда я днем уже приходил в эти столовые, кстати, я бесплатно питался Девчонки меня там все знали, да Я приходил и обеды, что в одной столовой, в рабочей, что в студенческой, там, где я работал дворником Я везде питался бесплатно Все меня знали, я мог, даже днем они говорили, приходи, вот сколько хочешь, только ешь, да А когда днем приходил, сметану я тоже видела, она уже по стаканчикам была разлита, помните, там, по половину стаканчика И там уже вот так из стакана выпьешь, да, эту сметану И стакан беленький, чистый, его даже мыть не надо Ну, бодяжили наши женщины вообще по-крупному, да, по-крутому, если так подумать Ночью, когда я получал, там ложка стояла, да, как сметана Все так, не знаю, сколько там, 30-40-50% жирности было, да А когда уже все разбодяжили, разбавили, уже получалась такая жиденькая сметанка Значит, в это время я гулял и написал это стихотворение Наверняка у вас были подобные ситуации тоже в жизни Тоже задумывались о смысле жизни, или, может быть, сегодня ищите этот смысл жизни И я от всего сердца желаю вам удачных поисков Спасибо, что нашел или нашла время для просмотра этого ролика Я думаю, что есть над чем задуматься, есть над чем поработать Каждому из нас прежде всего я снимаю это видео для самого себя Если какие-то есть интересные моменты в моей жизни, да Я всегда это как-то обрабатываю сначала сам у себя в голове Через сердце пропускаю, да, и стараюсь как-то в каких-то действиях это потом выражать Итак, пожалуйста, заходи на другие видео Если тебе понравилось мое видео, то, пожалуйста, подпишись на мой канал Я тебе буду очень-очень благодарен И также, если какие-то вопросы есть, личного плана, пожалуйста, свяжись со мной Я тебе с удовольствием чем могу, тем помогу Итак, с вами был Виктор Балет До следующего ролика Заходите Пока-пока И еще забыл Всего вам самого-самого наилучшего Счастья желаю тебе, твоей семье, твоим родным, твоим близким, твоим друзьям И чтобы у вас всегда все было хорошо Всегда было так, как вы себе этого желаете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому